Ну что, друзья, всех рад приветствовать, с вами я, Пандос FX, и тот ивент у нас подошел к концу, даже немножко грустно смотреть на следующие промо. В общем-то, из названия вы поняли, что я поймал еще одну Тоти карточку, да еще какую, в атаку. Сейчас я вам покажу нарезку, состоящую из последних моих стримов, все самые сочные, вкусные паки, и в конце мы подведем общий итог этого мероприятия. Вы, в свою очередь, можете написать, что вы поймали за этот Тоти ивент, довольны вы или нет. А я, в свою очередь, друзья, пожелаю вам приятного просмотра, и увидимся уже после нарезки в конце видео. Ну и, конечно же, друзья, хотелось бы поблагодарить моих спонсоров из компании Пари за поддержку моего канала. У них на сайте можете найти спортивные события на любой вкус и цвет, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них есть удобнейшее мобильное приложение, ну и самое главное, друзья, у них новая акция. Вы можете забрать 2024 рубля по ссылочке в описании в моем телеграм-канале. Всем удачи! А если вам, друзья, нужна EFC, либо какие-то новые игрушки, возможно, подписчики вы хотите продлить, все это добро вы можете найти у меня на личном сайте. Ссылочка также будет в описании. Так, ну чё, пик на кумира на основном аккаунте. Тут нужен тамбовский гений, я считаю. Не желаете ли поймать кумирчика топового? Так, первая карта, это у нас Рауль. Херня, понятно. Вторая карта, это у нас Херня. Кантона. И третья карта, это Кассилис. Прекрасно. 10 из 10, мы кайфуем, мы в восторге от очередного пика на кумира. Ну реально, ну посмотрите на мой аккаунт, ну камон, куда я с кантону, блядь. У меня в атаке Рибери, Смит, Месси, Бест, Анри на замене. Жорзиньо с КК тут, блядь, где-то тусуются. Поехали. Пак за 1000 поинтов. Здесь у нас кумир. По идее, по идее кумир. Опа, это что за свечение? Или это герой? Франция, ФРВ, кто? Пассажир? Тамбапе? Это Тамбапе? Это Котото. Блядь, опять этот канон, мне 1000 раз падал. Элитный набор Тоти. Тут я хочу с плашечкой. Два дубликата всего лишь, что не может не радовать. Смотрим, смотрим. 87-е рейтинги, 88, 80. Здесь информ. Что-то синее, что-то синее. Только я не знаю, номинанты Т или Тоти. Сейчас посмотрим по остаткам. 87 физуха. Народ, блядь. Я понадеялся, увидев удар 96. О, ребята, вы готовы? Вы готовы? Так, 74 физуха. 91 дриблинг. Так, подождите. Передача хорошая. И 94 удары? Это Пушкаш? Опа-на! Это интересно. Я за Пушкаша ни разу не играл в этой части FIFA. Даже не знаю, хорош он или нет. Блядь, ну это вратарь, сразу понятно. И последняя карта. Это Недвид. Ну, тут очевидно. Мы берем Пушкаша. Три гарантированных кумира. Удар молнии абсолютных. Кого-то там и еще что-то там. Три кумира в паке. Теперь мне падает еще и Фернандо Торос. Которого мне тоже некуда девать. У меня этих нападающих просто миллиард. У него Финеса есть белая, жаль. И ракетка. Так, поехали. 10 пиков. На этом аккаунте. Будет ли подкрутка? Подкрутка на что-нибудь. Давайте посмотрим. 80. Предпоследний. Ты кошмар, бля. 84 максимум. Просто ужас. Тотти! Тотти! Последний пик, ребята! Последний пик! Еба! Сколько стоит Тотти, ребята? Сколько стоит Тотти в последнем пике? Ха-ха! Еще один. Еще один Тотти. Сюда. Это шестерочка получается, ребята. Шестой Тотти. А? А? Нормально? Нормально? В пике 80+, ребята. Пик 80+. Два пика на героя. Можно ли что-то вытащить в основу? Очень сильно сомневаюсь. Но мы постараемся. Первый пик. Руль кошта. Давайте второй пик откроем. Может быть здесь? Нет. Еще один. С 1000 поинтов. Снова информ. А! Это кумир! Это кумир! Тихо! Это кумир! Это кумир же? Блядь, обычный кумир. А почему не Тотти кумир? Подождите. Ну, может быть, что-нибудь дорогое? Кто? Что? Блядь. Плашка выезжает. Пак за 700 тысяч, либо 4000 поинтов. Стена, ребят. Оп. Как вам такой пак? Сколько у меня этих бич-кумиров просто не сосчитать. Пак за 4000 поинтов. 11 дубликатов, 1 кумир дубликат. Синяя была. Тренд Александр Арнольд. Но будет ли еще синяя? Давайте посмотрим. И, 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 и. Кто-то еще. Выши фигу. Ну. Ну, типа. Не знаю. Все, давайте последний пак сейчас. На последней секунде откроем. Как в голливудском фильме. 30 секунд. Открываем. О! Синяя! Ну! Блядь! Да нет, это номинант, сука! Блядь! Так красиво могли закончить, блядь. Ой, так красиво могли закончить. Это ебучий Эдерсон. В последнем паке. На последней секунде. Как в голливудском фильме, блядь. Тут ебаный Эдерсон. Так, друзья. Вы увидели эту нарезочку. В принципе, увидели, что я поймал отличную карточку Кер. Кстати, кто помнит, я его ловил еще, когда только нападающие у нас были. И поймал я ее продаваемую. Продал за лям 200. Сейчас она стоит 2 миллиона. Нормально так? Давайте быстренько сейчас пройдемся по моим аккаунтам. Я все расскажу и покажу. Мой бездонатный аккаунт номер один. На котором ничего не упало. Даже Тоти номинанта не было. Это какой-то проклятый аккаунт, где у меня Барса тут собирается. Так, дальше у нас следующий аккаунт на очереди. И тут ситуация чуточку получше. Мне тут упало 4 номинанта. Которые все, как вы можете видеть, пошли мне в основу. Это Мусиала. Тренд. Эдерсон. И, собственно, Харикейн. По статкам вроде бы он выглядит круче, чем Подольский. Но, ребята, Подольский это такая машина. Не, я очень сильно жалею, что не сделал отдельного ролика про него. Пушки просто сумасшедшие. 38-48 плюс 7. Я вам просто для примера покажу, как он хуярит. Допустим, вот это вот. Оп. Перекладина. Бывает. А вот тут уже не перекладина. Смотрите. С лету. L1-R1. Какая баночка залетает. Иногда у него пушки настолько сильные, что даже камера не успевает. Вы посмотрите, как он фигачит. Несправедливо. Несправедливо. Я обделил его своим вниманием в свое время. Но я, как-то, знаете, забрал эту карту. Долгое время не играл. А потом как заиграл и просто охренел. Это что-то из разряда Паредеса. В прошлой части FIFA. Но мы не об этом говорим. Мы говорим про Тоти. Тоти номинантов. Вот. На этом аккаунте мне упало 4 номинанта. Все в основу. Даже журноля у меня на заменке теперь сидит. Прикиньте. Насколько прокачанный аккаунт этот. Бездонатный. Так. Я на своем первом донатном аккаунте. Здесь из номинантов. Мне падал Трент. Эдерсон. Бернарда Сильва. И Кейн. Ну, понятное дело. Тут было много дубликатов еще. Но самый главный номинант ждал меня в невероятном паке 86+. Один игрок редкий. В прошлом видеоролике мы могли это видеть. Салах. Великолепен. Ну, также мне Мусиала упал. Они оба у меня в основе. Ну, и с Тоти две карточки. Это Алисон из пака магазинового. И Кер. Который упал мне в пике 80+. Который непосредственно вы видели в этом видеоролике. Кер просто машина. 14,28 плюс 4. Карта, кстати, уже 2,2 стоит. Охренеть. Я его продал за лям 200. Какой я дурак. Сейчас, наверное, Джек где-то сидит в ауте. Он, когда Холланда поймал, продал его за 4 миллиона. Сейчас он стоит около 8. Если не больше. Ну, и параллельно тут также решил собрать себе Салиба. Короче, вот такой вот аккаунт здесь получается. Также у меня есть кумиры падали. И сборочек Пушкаш. Фернандо Торос. Ну, в общем, тут уже такой большой переизбыток карточек. Блин, Алиша. Ты, конечно, прекрасная. Но Салах занял твое место. Ну, и мы, друзья, на лакерном аккаунте. Где R9 падал пред просмотре. И где, если не здесь, мне должно было повезти больше всего. Тут мне упал Харли Кейн. Эдерсон. Тренд. Головина, кстати, номинантом сделал. Прошу заметить. Если вы ждете состав с русскими пацанами. Дайте мне об этом знать. Обязательно запишу видеоролик. У меня есть там интересные карточки, которые хотелось бы вам показать. Дебиниу собрал. К Кварацелью собрал. Тут мне также падал Ким Минджая. Который какое-то время был в основе. Но его потом заменил. Знаете кто? Салиба. Кто-то скажет, что оверпрайс. А я вам скажу, что, блядь, куда-то нужно было этот рейтинг девать. Я тупо не знал, что собирать. Я собирал тупо все карты. Вот Кварацелью собрал. Салибу собрал. Контенок какой-то хер собрал. Не знаю зачем. Ну и по Тоте здесь был самый сочный уловь. Как вы знаете, я поймал. Вот Рибери в пике 78+. Не устану об этом повторять. Также мне упала красотка Смит в паке 83х10 в свое время. Она стоила, прошу заметить, лям 500. Сейчас она стоит около 3. Цены просто сумасшедшие. Также я себе беста тут собрал. Саву на какой-то хер собрал. Но и про душевные карты я тоже не забываю. Не только же мета игры. Вот я себе Королеса Пулёля эволюционирую. Посмотрите, какие у него таланты хорошие в защите. Ну и конечно же, друзья, Леонид Мессевич из Багованного Пика. Конечно, удивительная компания, как они заладили эту историю. Ну мы обосрались, короче. Но вы терпите хорошего настроения и всего доброго. Пик мы возвращать не будем. Месси никого забирать не будем. Вроде и хорошо, что я поймал Месси. Но какой-то осадочек все равно имеется. Как будто бы я его нечестно что ли получил. Ну так же Алисона здесь поймал. И собственно получается это самый лакерный аккаунт. Кто-то скажет, да, ты тут много донатил. Поэтому у тебя такие хорошие карточки. Но напоминаю, Рибери, пик 78+. Месси, Багованный пик. Смит, 83х10. Ну и кер мне тут падал. И так же на этом аккаунте продаваемая. В паке за Викендигу 85х2. Там за 11 побед. За 11 побед, ребята, 85х2. То есть все практически Тоти, Тоти-кумиры, не считая опять же Алисона, выпали из различных СБЧ либо заданий. В общем-то, ребята, вот такие вот дела. Тоти-евент у меня лично удался. Но я читаю много комментариев. Опять же, все это время я стримил. Читал ваши отзывы касаемо этого ивента. И многие недовольны. Говорят, открутка Татаниша. Я в принципе готов это поверить. Опять же, у меня 4 аккаунта. И на двух аккаунтах мне пиздец как везло. На двух остальных, ну, прям вообще люто-анлаки. Как будто бы действительно есть вот какие-то аккаунты, которые изначально запрограммированы на хороший улов. А некоторые просто прокляты. И многие забрасывают игру после инцидента с Тоти-Месси. И в целом после хуёвого дропа с Тоти-евент. Там вот Денис Бадаев писал, что левает из игры. Вилса Ком также нахер послал эту игру. Написал, что все, я не буду участвовать на Кубке Фихеров. Ну и многие другие люди наверняка тоже поступили так же. В любом случае не осуждаю. Это ваше дело. Но если спрашивать лично меня, то у меня, ну вот, сами видите, все максимально хорошо. Поэтому ощущения двоякие. Наверное, долгий базар получился в конце. Надеюсь, вы досмотрели этот видеоролик. Если он вам понравился, вы влепите, Лукас. Оставьте какой-нибудь классный комментарий. Давно не было геймплейных роликов. Наконец-таки они у нас появятся. Последнюю неделю я стримил каждый день. Открывал паки нон-стопом. Теперь можно хотя бы поиграть за эти карточки. Поэтому, если вы ждете геймплейный видеоролик, ставьте Лукас. Оставляйте классные комментарии. А с вами был я, Пандос Фиксович. И всем хорошего настроения. Чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...